Как вообще пришла идея снимать именно документальный фильм? Мы решили то, что давайте попробуем снять про восстановление смешанных единоборств в нашей стране. Застали мы эти залы подвальные, полуподвальные, с потом, кровью. Показать как можно больше за кулиси, показать того, что люди, как правило, не видят. Так что интересного сняли? Разбитые лица, нервы и так далее. Сняли Виталия Слепенко, как он бросал, разбивал, плакал и прочее. То, что обычно не показывают. То, что не видят обычно. Ну, это и Федор Владимирович Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян, Ислам Махачев. Без, не знаю, там, без Федора Емельяненко этого фильма не будет. Герой настолько раскручен и медийно, что человек обывательный, он найдет для себя что-то. Ну, слушай, я не увидел там Александра Емельяненко. Ну, у тебя здесь побольше опыта, я думаю. Не-не, я старшему вступаю. Ох, какие у вас вопросики понесли, пошли, да? Но то, как внутри и под нашу концепцию легли истории Вани Штуркова и Толи Малыхина, то есть вот не зря говорят, тяжики самые добрые люди, им надо гонять вес, погнали. Всем привет, это подкаст «Мешки ворочать». Сегодня с вами я, Дмитрий Изгагин, и Тимур Салимов со мной. И у нас сегодня в эфире реально необычные гости. Это продюсер Сергей Бондарчук и Алексей Сафонов, сценарист и журналист. Очень рады вас видеть, и мы, разумеется, сегодня будем общаться в преддверии вашего выходящего сериала «Большая битва». Мы все его, конечно же, ждем. Сегодня про него очень много поговорим. Но, друзья, предлагаю начать немножечко с такого оригинального захода. Давайте, наверное, поговорим, как вы относитесь вот сейчас к ММА. Многие гости, которые к нам приходят, разумеется, это чемпионы, которые выступают там, что-то делают. А вы сами занимаетесь, занимались, и какой вообще путь у вас вот, ну, к ММА? Как пришли? Ну, у тебя здесь побольше опыта, я думаю, тебе... Не, не, я старшим уступаю. Как, Сергей, занимаетесь вы единоборствами? Да нет, Сергей, да. На самом деле, интереснее, как вот именно вы пришли, потому что, Алексей, если, ну, там, занимается журналистикой, ясное дело... Ну, есть у него бэкграунд в единоборствах. Да, Алексей же у нас имеет опыт. Опыт, поэтому... К сожалению, к счастью, пока никто не понял еще... Да, я считаю, что, к счастью, хороший рекорд. Вовремя ушел. Не победивший, не ставящий победу. Нормально. Да, мне кажется, просто опыт есть какой-то, да, но любительский исключительно. Никогда мы... Ну, я, по крайней мере, никогда не стремился там выступать. Большое количество друзей, товарищей, кто выступал и по-прежнему выступает по профбоям. Там где-то приходилось с ними проходить кусочками их кэмп-подготовки. В смысле, прям внутри? Да, да, внутри, где-то мешком чуть-чуть повыходить. Ну, в свободное время тренируетесь, в общем, да. Да, это просто 100 плюс, получается. Да, ребята там выступали и в 70, и со мной им было порой интересно повозиться, потаскаться. Наверное, просто наше поколение еще застало, когда это было конец 90-х, наверное, неправильно сказать, ну, ближе там к нулевым, это было очень популярно, все мы прекрасно это знаем. Поэтому, да, конечно, застали мы эти залы подвальные, полуподвальные, с потом, кровью. В общем, все мы это видели, и слава богу... А сами-то чем именно занимались? Бокс или... У меня вообще первый мой зал, меня отец привел вместе со своим другом Лешей Кимом. Леша, привет. А это зал греко-римской борьбы, торпеда. Начинали бороться, да? Да, да, но совсем чуть-чуть, потом, к сожалению, была травма, вообще ничем не занимался. А потом потихонечку-потихонечку начал на бокс ходить, так, от родителей. По секрету. По секрету, да. А потом, действительно, это было такое время, когда смешка очень сильно начала развиваться, как таковая. И вот в качестве любителя исключительно, подчеркну, так иногда, да, появлялся. Не, ну борьбы немного было, судя по ушам, вроде как... А мягкие, мягкие. Мягкие, да, это специфика ушей еще бывает, и хорошая разминка. Понятно. Ну, кстати, Александр Александрович Карелин говорил, что ломают уши те, кто, как правило, либо плохо борется, либо плохо разминается. И вот он всегда делал акцент на том, что у настоящего борца уши должны быть не сломаны, а наоборот чистить. А я вообще не в курсе, что их как-то можно размять, чтобы они не поломались, да? Ну, в том числе, да, накатывать, разминать, да. Чтобы хрящи не повредить. Коллеги, немножечко, конечно, поговорим про ваш фильм. Начнем, наверное, с того, как вообще пришла идея снимать именно документальный фильм. Я лично из того, что вот мы про ММА в российском пространстве кино знаем, это, например, Минеев недавно снимался, да, в фильме. Ну, это художественный фильм. Ваш фильм, конечно, «Воин». Да, было такое. И больше, да, и как-то Владимир там тоже снимался. Мы делали это вместе с Камилем Гаджиевым, с «Файт Найт», с организацией совместно. Как бы по сюжету фильма это был турнир «Файт Найт». Турнир «Файт Найт», да, он сделал. Хорошее время было в Калининграде, снимали, с Володей Яглычем так плотно готовились. Так вот, снимали все-таки художку, а почему документалка в этот раз? Ну, как-то видите, она просто совсем на поверхность, не рядом с моей жизнью так получилось. Потом мы с Лешей познакомились, за что большое спасибо судьбе, потому что уже прикипели, стали друзьями, не побоюсь этого слова. А потом так интересно, когда люди могут и дружить, и в работе найти какие-то точки соприкосновения. Что у нас, ну, как по нашему мнению получилось, посмотрим, надеемся, что зритель оценит это тоже. Как-то вот просто тема близка, и поскольку мы так или иначе занимаемся кинематографом, хотели попробовать себя в жанре документалистика, ну и я подумал, что почему бы и нет, и если о чем-то делаете снимать конкретно мне, ну, мы решили то, что с командой, конечно же, решили то, что давайте попробуем снять про установление смешанных киноборств в нашей стране. Как случилось, что Алексей стал сценаристом этого сериала? Скажем так, как часто в жизни бывает, нас познакомили общие друзья-товарищи. У нас на тот момент не было автора, который бы прописал те серии, которые уже сняты на сегодняшний день. Но как-то был я, локомотив, который как бы пер с идеологией вообще как бы. И мы с Лешей тут как бы слились в танцы, и у нас как-то сразу произошел коннект. Он говорит, слушай, это круто, о чем ты хочешь рассказать, потому что вот у меня... И он начал дополнять, 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 ну а дальше уже буковки, и мы получили этот материал. Ну ты тоже расскажи, как же мы с тобой сдружились-то и запортилились. А легко пошло все сразу так как бы с большим опытом, потому что... Да, нас познакомил... С моей стороны, да. Да, исполнительный продюсер проекта Наташа Агирова, которая тогда уже была в проекте, и как раз таки предложила мне. Глобально, наверное, вот вся база для того, чтобы снимать, у меня уже была как минимум в голове, как максимум что-то уже было написано, потому что, во-первых, со всеми спикерами, естественно, ты знаком. Куча огромную снял репортажи и понаписал текстов и так далее. Нужно было это просто все скомпоновать, выстроить драматургически, и потом в процессе обоюдных каких-то накидываний, обсуждений, и получилось то, что, собственно, сейчас и будет выходить. Хотя, Алексей, до этого ведь был бойцом. Насколько вообще это повлияло на сам материал? То, что ты действительно знаешь изнутри эту... Ну, изначально же, как бы, ну, не будем называть меня бойцом, чтобы не оскорблять настоящих бойцов. Изначально это все было сделано ради того, чтобы написать репортаж, что такое ММА в 2016 году я в это вписался. То есть в июне я начал заниматься без какого-либо бэкграунда. В сентябре я первый раз подрался. И это было сделано вот для такого репортажа и для того, чтобы быть честным и с аудиторией. Ну, потому что, когда люди пишут о футболе, 90% людей, которые пишут о футболе, они как минимум играли в футбол. Ну да, да. Ну да, в плане боев это гораздо сложнее история. И, наверное, чтобы, когда общаешься со спикерами и берешь у них интервью, чтобы я хотя бы в какой-то момент по глазам понимал, что либо мне нужно остановиться, либо вот эту тему можно раскатить, чтобы я понимал, что они чувствуют. И поэтому этот бэкграунд, понятное дело, помог мне и сблизиться с бойцами, и, наверное, чуть лучше понять темы, которые нужно все-таки осветить. И, соответственно, здесь и вышла там и команда, что я понимаю. Вот один из там вопросов, который я постоянно ходил и задавал, мне было интересно, что люди отвечают. ММА индивидуальный вид спорта или командный? Все же сначала скажут, что индивидуальный, потому что мы деремся один на один. Я бы тоже так сказал. А потом поехали. Тренер по физподготовке, тренер по ударке, главный тренер, тренер по борьбе, диетолог, массажист, братья. Спаринг-партнеры без которых. Вот мы уже чисто по тренерам и по диетологам какие-нибудь нашли там 7 человек. Правильно? 7? Да, мам, спасибо за математику. А потом, да, спаринг-партнеры и прочее, и прочее. Спонсоры, которые тебе сборы оплачивают. Ну и вот, это индивидуальный вид спорта или командный? О чем все-таки фильм? Это просто становление? Или это о том, какой сейчас формат ММА в России имеет? Вот как это немножечко, если... Я начну ты добавить, Ланович, мне хочется, чтобы ты тоже рассказал, конечно же. Мы сейчас еще... Да, Алексей, это мы сейчас как раз по сценарию. Такой пинг-понг давайте немножко поиграем. Конечно же, о становлении хотелось рассказать, как бы, с чего мы начинали, где это было, как это было, в каких городах, в каких залах, в каких коллективах. Смешанное единоборство все-таки. Откуда ребята были, выходцы первичные, с какого вида спорта? Базовые виды спорта, да. Абсолютно верно. И куда мы пришли, где мы сегодня находимся? Ну, конечно же, не будем забывать большие имена, которые представляют нашу страну. Это и Федор Владимирович Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян, Ислам Махачев, Олег Токтаров, на самом деле, вообще первопроходник получается. Да, но я могу долго говорить, Лешечка, вступай ты, пожалуйста. Да, 52 интервью было записано, вернее, 52 спикера, и интервью, соответственно, еще больше, потому что с кем-то нужно было немножечко что-нибудь повторять. А так, основная цель, наверное, для меня стояла, по крайней мере, показать, как можно больше за кулиси показать того, что люди, как правило, не видят. То есть видят 15 минут боя, 25 минут чемпионского боя. Ну и в случае там каких-нибудь репортажей моих коллег из СМИ и медиа, есть где-нибудь там на Ютубе что-нибудь, показали там разминку у кого-нибудь или весогонку у кого-нибудь. Но это так фрагментарно, и все равно немного на других платформах. А тут хотелось создать такую настоящую библиотеку, альманах единоборств, по которому люди будут потом вспоминать целый срез эпохи и срез вида спорта. То есть, да, действительно, мы начинаем с 95-го года и переходим к 2023-му, и стараемся сделать акцент не только на бойцах, на их окружении, потому что это, как правило, в тени остается, на том, через что бойцы проходят, пока дойдут до самой клетки. И вот стараемся подчеркнуть какие-то такие аспекты, которые, возможно, на поверхности, но на которых никто никогда не делал акцент. Слушайте, ну так вот как раз, это же самое интересное, к чему мы и переходим. Так что интересного сняли? Потому что мы посмотрели тизер, ну, там видно куча интервью, и, ну, там пара видосов, которые, по сути, мы уже где-то видели. А что интересненького-то? Мы сняли абсолютно все за кулиси, ну, наверное, с самого масштабного, за последнее время самого масштабного турнира, то есть, который проводил RCC в прошлом декабре, Магомед Исмылов против Александра Шлеменко. Мы сняли все за кулиси и сопровождение к этому турниру. Мы были в Дагестане на подготовке Магомеда, мы были в Омске на подготовке Шлеменко. Мы прилетели с обоими в Екатеринбург, мы сняли висогонку одного, висогонку второго. Кто как выходит на бой, кто как разминается, кто что чувствует, что происходит после боя, разбитые лица, нервы и так далее. Страдания на висогонке сняли Виталия Слепенко, как он бросал, разбивал, плакал и прочее. Ну, то есть, то, что есть, и мы об этом знаем, но то, что обычно не показывают. То, что не видит обычный зритель, который только смотрит бой. Я помню, что у Исмаилова была очень лютая висогонка тогда, и он там едва-едва выходил. Все сняли, абсолютно все сняли. Кстати, сам он сказал, что это нормально для него. Ну, конечно, блин. Ну вот, посмотрим либо в пятой или в шестой серии. Да нет, потом на самом деле я здесь добавлю, как по мне, по-моему, не было проектов подобного рода в масштабе. Я имею в виду, что такое количество спикеров в одном проекте. Потом мы затрагиваем не только бойцов, мы же также рассказываем про школы, откуда они вышли, про тренерский состав, что тоже немаловажно. И об этом вообще никто никогда, по сути. Ну, это такое совсем-совсем закулисье. Да, да, да. Глубокое уже. Да, да, да. И нам очень хотелось бы как бы придать это огласке, рассказать про этих людей и про тот путь, который они проходят вместе со своими подопечными. Конечно же, не без драматургии про семьи, про жен, братьев, сестер, которые тоже проходят определенный путь со своим родственником, с бойцом. А расскажите, как отбирали героев? Каким вообще, ну, как вы придумывали, вот, надо Емельяненко брать там, одного, а второго не брать? Критерием, да, прям популярность его, медийность. И популярность, и медийность, и ценность в словах, которые может сказать внутри проекта. То есть, понятное дело было, когда прописан сценарий, мы понимали, что условно тема психологии, ее классно раскроет такой-то спикер, допустим, там, Анатолий Малыхин. Тему какой-то цены, которую платит боец, классно расскажет Иван Штырков, который к бою с Санамото гонял, там, двадцатку, допустим. Тему семьи раскроет еще кто-то, тему социального лифта Александр Шлеменко, понятное дело, что это великолепная социальная миссия и пример. И вот, как-то исходя из этого, было собрано количество спикеров, которые должны быть в каждой серии. Ну и вообще, наверное, тоже так, закончу мысль про то, что показано в тени и так далее. Мне кажется, для всех нас, для всей команды было большим вызовом снять документалку именно про вид спорта, которая должна уместиться в восемь серий по 35 минут. То есть, если вот так вот сейчас подумать, когда мы делаем документалку, допустим, про Конора, допустим, про Хабиба, неважно, или там, Last Dance, у нас есть команда, вокруг которой крутится, у нас есть фигура, вокруг которой крутится, а тут целый вид спорта, который нужно осветить с разных сторон. То есть, если сейчас мне скажут или кому-нибудь скажут, давай снимем документалку про футбол, ну это же с ума можно сойти, ну поехали в Англию 1700 года, где там первое футбольное поле с первыми воротами, сохранилось или нет. Такой возможности в принципе нет. Так же, как и уместить в адекватный хрон такой возможности нет. А здесь вот именно вызов и попробовать стать первыми, и я надеюсь, так и получится, которые сняли про вид спорта. Но российские, российские. Да, да, конечно. Ну, за пределы тоже, опять же, как мы уже говорили, выезжали. В общем, снять про вид спорта, про его развитие, пока это еще представляется возможным. Со всеми сложностями, что не существует конкретной центральной фигуры. Да, есть Хабиб, есть Федор, есть Петр Ян, но это все несколько людей. Вот я, кстати, как раз хотел про это спросить. Из того, что вот я так слышу, название не то, чтобы оно такое вызывающее хочется посмотреть. Просто про ММА, ну, наверное, да, есть какая-то узкая аудитория, которая захочет посмотреть. Насколько здесь было важно подобрать тех самых, ну, вот этих магнитов, да, самые главные персонажи, важные герои? Героев, да, их такое большое количество, как сфокусировано все-таки. Я имею в виду, вот важно ли было для вас выбрать, так, вот нам надо без, не знаю, там, без Федора Емельяненко этого фильма не будет. Да, у нас так было решено. У нас ровно-ровно, ровно-ровно так было. А без кого? Кто есть такие, вот без кого они... Кто, может быть, не попал, не смог попасть из того, кто должен был? Ну, не будем, наверное, было бы некрасиво. С кем-то не получилось просто, может быть, договориться. Кто-то был не в лучшей форме на тот момент, кто-то отсутствовал. И очень тяжело было поймать, в принципе, наших героев, потому что у кого-то подходила подготовка в этот момент, кто-то был не в стране. Ну, и примеров было масса. Но, тем не менее, за чуть больше года, что проект находился в съемочном периоде, у нас получилось по максимуму. Понятно, что у нас не все, но у нас очень много главных людей, у нас очень много медийных людей, известных, которые... Не обязательно увлекаться конкретно данным видом спорта, но герои настолько раскручены медийно, что человек обывательный, он найдет для себя что-то. На слуху они все. На слуху, да. А уже дальше как бы наша задача попробовать развернуть эту тему так, чтобы человек, который не интересуется данным видом спорта, может быть, заинтересовался. А может быть, он увидит какой-то другой отклик в том материале, который мы предоставим зрителю. Посмотрим, загадывать не будем. Слушайте, вопрос такой тогда. Вот я посмотрел тизер, я не увидел там Александра Емельяненко. А за последние годы это действительно самый вызывающий интерес персонаж. Ну и вообще за всю историю российского ММА. Я можно здесь отвечу? Персону. Мы к Александру с большим уважением относимся. Это легенда данного вида спорта. Очень талантливый боец. В свое время был, сейчас испытывает определенные жизненные трудности. Мы ему желаем исключительно только вернуться в спортивную колею, в жизненную колею. Ничего кроме уважения к человеку не испытываем. Но на тот момент нам не хотелось показывать легенду и в какой-то степени кумира нашего с Лешей и с командой в том виде, в котором он был. Не будем сильно в эту тему уходить. Повторюсь, Александру ничего кроме хорошего по жизни и по спорту не желаем. Но идея, в принципе, была такая, чтобы его тоже задействовать в фильме? Ну, была, конечно. Но в жизни бывают разные обстоятельства. Окей, да, понятно. Когда у меня вот такой вот вопрос. Что-то про поп-ММА. Это все равно неотъемлемая часть сейчас этой индустрии. Ну, кстати, нет ни слова. Нет ни слова. Вот так. Ну, на самом деле, это была достаточно принципиальная позиция. Потому что все-таки конкретно данная тема по сути-то регламентирована и обрела какой-то официальный статус не так давно. Потому что до этого, я напомню, были коллеги из бокса и были коллеги из борьбы вольного стиля классического, олимпийской программы, назовем это так, которые были категорически против для восстановления данного видов спорта в том или ином виде. Сейчас мы наблюдаем то, что коллеги из мира ММА уже по факту в большей степени против. Ну, кто-то поддерживает. Ну, мнение расходит. Да, я скажу так. Я не за, не против. Я как бы рад то, что у ребят, у молодых спортсменов или не спортсменов, а просто с улицы, кто с духом и кто с верой в себя и со стержнем, может реализоваться и прокормить семью, себя и как-то встать на ноги. Я не против. Но, там, последнее время то, что мы наблюдаем в интернет пространстве, конечно же, это не самое лучшее. В жизни, опять же, всякое разное бывает, но это же большой бизнес, мы же это понимаем. Люди зарабатывают деньги. Давайте как-то будем тогда, наверное, следить за организацией. Слушайте, ну, тогда я не могу не заметить то, что если мы говорим про ММА, сейчас по ММА, это все-таки часть ММА. А ведь фильм. Сто процентов. Об ММА. В целом. Ну, может быть, у нас будет второй сезон, и мы оставили что-то, да, для приправки. В рамках концепции, которая была написана под первый сезон, опять же, если будет вдруг второй, то в рамках написанного это было просто неактуально. Это, безусловно, тема. Это, безусловно, тема, которая достойна внимания, опять же, с разных сторон. Там бизнес составляющая, социальности, неважно, или там агрессивная составляющая, много. Но конкретно под концепцию тех восьми серий, которые мы прописали, это просто было, ну, неактуально. Алексей, тогда вопрос такой. Ты снимал 52 интервью, 52 человека, крутые спикеры все. Расскажи, кто тебе больше всего, даже не то, что с кем понравилось больше всего записывать, а кто больше всего тебя удивил в процессе разговора? Что-то необычное, какой-то казус, может быть, курьез произошел. Да, таких казусов особых-то, наверное, и не было, но для себя выделю двух главных спикеров, с которыми было максимально классно, при том, что, опять же, нет ни одного героя внутри сериала, с которым у меня было бы это первое интервью. То есть, опять же, учитывая бэгран спортивного журналиста, общался со всеми. Но то, как внутри и под нашу концепцию легли истории Вани Штуркова и Толи Малыхина, то есть вот не зря говорят тяжики самые добрые люди. Им надо гонять вес, погнали. Вот, действительно, это подтвердилось. И то, как они рассказывали, какие метафоры давали, какие эмоции, какой допуск, так скажем, к телу они позволили, как Ваня Штурков пускал, опять же, на подготовке, на весогонке, на всех этих моментах. Это безумно приятно. И огромное ему спасибо за доверие. Как и вообще всем, кто подпустил нас на какую дистанцию, там, условно, дальше камеры, ближе камеры. Ну и тем, кто в таком формате, тоже огромное спасибо. Вот, да, Малыхин и Штурков. И, наверное, такая моя большая победа личная. То, как внутри сериала, мне кажется, хорошо раскрылся Федор Емельяненко. Потому что мы знаем, что как спикера раскрыть его, безусловно, тяжело. Ну да, непросто. Да, и мне кажется, что те слова, которые он говорит у нас, это по-настоящему кладись. Круто. А что такого рассказал? В двух словах. Ну самое, что цепануло. Ой, ну это так тяжело. Или там целая серия? Сам факт того, что такой человек нашел время и приехал на двухчасовое интервью, и без перерывки он не просил остановиться, он взахлеб рассказывал какие-то вещи. Такой очень был живой диалог у Леши с Федором Владимировичем. Ну, не будем спойлерить, посмотрите. Надо посмотреть. Да, может быть, вы действительно что-то новое услышите. А может быть, услышите что-то старое, но другого Федора по новому рассказывающему. Поэтому посмотрим. Слушайте, тогда вопрос, наверное, такой. Мы поговорили про то, что было классного, но мы знаем, у бойцов есть весогонка, у них на самом деле есть контракты с разными лигами и рекламные контракты, и не все могут просто согласиться на интервью. С какими сложностями столкнулись именно в работе с бойцами ММА? Просто интересно, это вопрос договориться с ними сложно или подойти вот именно к телу тяжело? В чем здесь самая сложность-то? Мне кажется, что все настолько индивидуально было за этот год. Ну да, с кем-то сложно было банально установить просто связь. Чтобы без посредников мы наконец-то сошлись, созвонились, все вопросы решили и сели. С кем-то, понятное дело, было сложно, потому что он то в одной точке мира, то в другой точке мира. Здесь гоняет вес, здесь не может. В Таиланде готовится, улетел куда-то. Да, да, бой в Америке. Ну то есть профильно, просто по теме было тяжело. Всех в едином проекте соединить. Вот, наверное, что было такое самое тяжелое и интересное одновременно. Крабельки пособирали, сейчас следующим будет легче, если что. Да, да. Слушайте, тогда вопрос такой, наверное, кто готов спонсировать подобные фильмы? Потому что мы знаем, что у нас есть там, ну, например, условные лиги, да, которые, возможно, готовы заплатить за то, чтобы вы поснимали там бойцов из их лиг или там еще каких-то людей. Как это происходит? Либо это просто популяризация вот этого данного вида спорта среди молодежи. На самом деле я вполне конкретно вам отвечу нашим примером. Есть ИРИ, Институт развития интернета, господдержка. Мы очень подходим по ковенантам просто данной организации, потому что у нас есть наставничество. Мы можем показать, как в нашей стране было и куда мы пришли, и это огромная, огромная разница. За что спасибо большое коллегам из ИРИ. Безусловно, есть онлайн кинотеатр Винг, это наш партнер, заказчик основной. Значит, это больше как бы в сторону коммерции. Но сама тема просто интересна. Мы обсуждаем один из самых дико растущих спортов с точки зрения популярности в мире, который уже, наверное, даже и бокс обошел. Мы тут чуть-чуть успели... По последним этим давным. Да, поболтать на эту тему. Ну и, наверное... Ну не наверное, а должна быть продакшн-компания такая, как у нас, кто понимает в этой теме, кто... Ну хотя бы как-то рядом был. Ну если тебе есть что добавить, то добавь, пожалуйста. Да, с каждым словом согласен. Друзья, тогда, наверное, двигаемся к заключению. Что должно случиться, чтобы вышел второй сезон такого сериала? Ну, повторюсь. Компания неизвестная должна... Нет, нет, нет. Это уже впоследствии. Но самое главное, мы надеемся, что мы найдем своего зрителя, что наш продукт станет популярным. И посмотрим. Ну тяжело оценивать себя, свою работу, и мы никогда этого не делаем. Наверное, наши проекты говорят там сами за себя в какой-то степени. Это, безусловно, один из флагманских проектов нашей компании. Мы на него делаем очень большие ставки. Посмотрим. Не будем загадывать. Но если все пройдет хорошо, мы не исключаем, что мы продолжим в данном направлении развиваться. Отлично. Тимур, есть что добавить? Мы уже все зачекнули, все вопросы. Все, что мы готовились, да, мы уже услышали хорошие ответы. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. И всем пока. Спасибо. До свидания.